Маев, Смолов, они все, конечно, способны его организовать. Ну а ЦСКА также умеет находить пути к воротам, даже когда очень солидная и массированная оборона соперника. Пока штрафной будет выполнять Сергей Игнашевич. Разыграли мяч. Передача от Загоева пошла на Ощенникова налево. Подача до первого защитника. Круг Меж долетел. А здесь Ари. Пас назад. Ахмедов. Неудобно по бразильцам. Конечно, сейчас Азизин скинул мяч. В итоге потеря. Судья помешал армейцам, но... Будет удар по воротам. Попадает защитника от Загоев. Тоже че. С мячом штрафной площади. Передача пяткой не самая лучшая. Пока что на Марио Фернандеса. Далее прострел. Удар! Ух ты! Вот это гол! Ничего себе, Алан Загоев! Да, вчера фантастической красоты гол был забит в ворота Спартака. Денге истерика. Но этот мяч, я думаю, может поспорить со вчерашкой. Прекрасная атака ЦСКА. И посмотрите, в каком акробатическом прыжке ножницами забивает этот мяч Алан Загоев. Дикань вроде бы до мяча дотронулся, но не сумел. Не сумел его отразить с 11-метровой отметки, по сути. Удар, видите, вот здесь противоход Диканю. Он успевает выставить руку, но отбить этот мяч не в состоянии. 1-1. На самом деле здесь Дикань хоть и пропустил, но он большой молодец, потому что когда столь нестандартное решение выбирает игрок атаки, и, конечно, ожидать удара боковыми ножницами не приходилось изначально, Дикань все равно дотянулся до мяча и был близок к тому, чтобы свою команду спасти. Ну а Алан Загоев настолько сильно и точно посылает мяч в ворота, что счет становится 1-1 на 28-й минуте. Еще один гол Красави в 15-м туре. Росгострак чемпионата России.